Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Алексеева. Сегодня в выпуске. Из Чебоксар до Новочебоксарска и обратно. На троллейбусе. Сегодня прошла тестовая обкатка новой машины. Где тонко, там и трескается. Особенности зимней рыбалки в теплую погоду. На вострили лыжи. В Чебоксарах прошла рождественская гонка. Между Чебоксарами и Новочебоксарском будут курсировать троллейбусы. Сегодня началась тестовая обкатка по новому маршруту. Пассажирами первого рейса, связывающим города, стали и мои коллеги. Рейс тестовый, но салон троллейбуса заполнен словно в час пик. Перед тем, как запустить регулярный маршрут, важно понять, насколько в нем нуждаются жители. Попутчиком горожан сегодня стал и глава региона. Людок не задерживает. Таспорт нельзя. Распитание сбиваться нельзя. В Новочебоксарск троллейбус отправляется от Красной площади. По пути 23 остановки. Расчетное время рейса из столицы республики в город Спутник 48 минут. Среди первых пассажиров Елена и Валерия Красновы. Вместительный салон. Вот что в первую очередь оценила горожанка. Мы вообще очень-очень долго ждали этого события. Я представляю, как, наверное, рады сейчас студенты. Потому что сама, будучи студенткой, много лет ездила в Чебоксары. И помню, как не всегда удобно это на маршрутке делать. Среди пассажиров межмуниципального троллейбуса немало и тех, кто ездит из Новочебоксарска в Чебоксары каждый день на работу. Теперь с вводом троллейбуса я буду ездить на троллейбусе. Потому что я и по городу езжу, только на троллейбусах. Покупаю проездной билет еще с тех давних времен. Ну, комфортно, удобно. Стоимость билета между городами в троллейбусе не выше, чем в автобусе. А при оплате картой на рубль дешевле. В ближайшее время для пассажиров межмуниципального рейса должен появиться и безлимитный проездной. По карте? Да. По карте дешевле. По карте дешевле, да. Мы ездим в Чебоксар на Чебоксарском работу. На работу? Где работа? В Чебоксарском. Учительница, да? Да. Связать два города троллейбусным сообщением планировали давно. Но тянуть контактную сеть из Новочебоксарска в Чебоксары дорого и долго. Проблему решили электробусы на автономном ходу. Без контактной сети эта машина может преодолеть до 30 километров. Так электробус добирается до города спутника. Остановка. Да, госинцевая чувака, это же влияется только. Межмуниципальный троллейбусный рейс должен разгрузить пассажиропоток, отметил глава республики. В часы пик между Чебоксарами и Новочебоксарском курсируют более 250 автобусов. Но и этого не хватает. То, что сейчас сотный маршрут открывается между Чебоксарами и Новочебоксарсками, это дает возможность для того, чтобы пассажирам и горожан города Новочебоксарска и города Чебоксары ездить без больших проблем. Номер маршрута 100 символичен. Его запуск приурочен к юбилею республики. В первое время между городами будут курсировать 4 электробуса. Остальные приобретут до конца года. Такие планы озвучил Михаил Игнатьев. На это мы выделим не менее 1 миллиарда рублей с учетом федерального бюджета. И с точки зрения, в течение максимум 5 лет мы полностью обновим весь троллейбусный парк. Мы признаем, что троллейбусы уже старые отдельные. С учетом получения новых машин есть возможность реально повысить качество и комфортность перевозок пассажиров с учетом приобретения нового подвиженного состава. Ну и, так сказать, старые троллейбусы списать и тем самым обеспечить безопасность перевозок пассажиров. Поэтому здесь выигрывают все. Но я думаю, что со временем ново-чебоксарцы получат такие же троллейбусы, когда программа срабатывает. Режим работы межмуниципального рейса уже утвердили. Из Чебоксар первые троллейбусы отправятся в 6 утра. Из Новочебоксарска без 10-7. Интервал движения в часы пик не должен превышать 13 минут. Библиотека – конечная остановка этого межмуниципального троллейбуса в Новочебоксарске. И уже со следующей недели между городами он начнет курсировать постоянно. Этот маршрут можно преодолеть, в принципе, и без штанг. Штанги сняли на Красной площади сюда и обратно. В перспективе расстояние маршрута намерены продлить. До конечной остановки северо-западного района Чебоксара. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Павел Иритков и Валерий Резюков. Республика. Состояние дорог, оперативная обстановка в праздничные дни – эти и другие вопросы обсудили на рабочем совещании в Доме правительства. 2020 год в республике начался относительно спокойно. Особые опасения вызывают рыбаки, так как лед на воде рыхлый, а местами его уже вообще нет. Несчастный случай произошел в конце декабря в Козловском районе. 68-летний рыбак провалился под лед, водолазы продолжают его поиски. Прибавилась работа и инспекторам дорожного движения. Из-за бесснежной зимы водители стали менее осторожны. Приходится напоминать о превышении скоростного режима. Кроме этого, мы совместно с муниципалами и городскими организациями организовали работу по сети. В части в свое время реагировали на дорожные трассные происшествия. Организовали резерв непосредственных подрядчиков, которые выезжали на дороги. Что касается мест массовых гуляний, обстановка стабильно спокойная. Правонарушений не зафиксировано. И это несмотря на большой наплыв отдыхающих. Продолжают работать в республике и пришкольные лагеря. На сегодняшний день еще у нас функционирует в городе 23 пришкольных лагеря. Работают через день дополнительные образования. Проходят мероприятия, кружковые и технические соревнования на базе Кванторима. И в городе Чебоксары, и в Новочебоксарске. Работает IT Куб в Канаше. Кроме этого, в столице работают спортивные кружки и секции. А также катки в парке Амазония, на стадионах Олимпийский и Спартак. Глава Чувашии напомнил о необходимости всем службам работать в тесном взаимодействии. И здесь я хочу быть слабо всем тем службам, которые обеспечивают в круглосуточном режиме вопросы жизнебеспечения. Это и пожарные, это и мельчинские работники. Календарная зима в разгаре. Но температура держится на нулевой отметке. Так что лед на Волге тонок и ненадежен. Спасатели предупреждают, что безопасен лед толщиной от 10 сантиметров. При условии, что морозная погода будет сохраняться как минимум неделю. В местах быстрого течения, обильной растительности, бьющих ключей и стоков лед менее крепок. Особенно опасен лед в районе ГЭС. А это излюбленное место любителей тихой охоты. Рыбалка в таких условиях все равно, что игра в русскую рулетку. Ниже ГЭС и до Марпасада у нас Волга абсолютно чистая, то есть вода. Но в то же время рыбаки выходят, в том числе выходят ночью на лодках в темное время суток. Это абсолютно пренебрежение всеми правилами, всеми порядками. Ну и риск с жизнью. Поэтому хотелось бы прежде всего обратиться к населению Чувасской республики. В данный момент лед очень хрупкий, тонкий. Вообще выходить категорически запрещено. А выезжать тем более. Жизнь она дорога, она коротка, она одна. К другим новостям. На вооружение городских и районных больниц Чувашии поступили 32 новые машины скорой помощи. Машины выстроились в линию в ряду обычной скорой и реанимобиле. По оснащению это мини-больницы на колесах. Здесь есть все необходимое для спасения человеческой жизни. У фельдшера под рукой дефибрилляторы аппарата искусственной вентиляции легких и другое снижение для экстренной помощи. Мы забыли, что такое дефицит. Дефицит в запчастях, в лекарствах, в автотранспорте. Когда мы по 10 лет ездили на старых машинах, сейчас практически исчезло у нас слово дефицит. Мы имеем все. Мы осуществляем не только скорую медицинскую, но и скорую специализированную медицинскую помощь. То есть больных с инсультами, с инфарктами карда мы практически доставляем в республиканские сосудистые центры. Пациенты должны почувствовать реальные улучшения в отрасли здравоохранения, особенно в скорой медпомощи, заявил глава республики Михаил Игнатьев. И пообещал, работа по переоснащению автопарка будет продолжена. Это не подарок, это наша работа и обязанность. И миссия, выполняя свои прямые функциональные обязанности, мы обязаны обновлять с одной единственной целью, чтобы автомашины скорой медицинской помощи на ремонтах не стояли, своевременно выезжали и своевременно оказывали качественную медицинскую помощь. Отдаленные населенные пункты, не отдаленные, независимо от этого. У нас достаточно автомашин, около 200 единиц, мы еще 53 единицы покупаем. В следующем году каждые четвертые машины еще будем обновлять, которые уже устарели. Те, кто оказался за рулем новых скорых в первых рядах, сразу же отправились по местам работы. Их помощь может понадобиться в любой момент. Рифат Фадколин, Валерий Резюков, Республика. Вековой юбилей в этом году отметит Республика. На празднование знаменательной даты в Чувашию приедут множество гостей. Как сделать события запоминающимся, обсудили в Доме правительства. Праздничный калейдоскоп к столетию автономии запустили еще в 2019-м. В рамках Дней Чувашской культуры юбилей начали отмечать в Крыму, Самарской области. Создавать настроение, украшая столицу республики и районы, начнут уже в январе. Параллельно с этим готовят подробный план празднования. Центром станут Чебоксары и Красночитайский район. Гостей ожидают со всей России. Основные мероприятия у нас будут проходить на трех площадках. Мы открываем парк отдыха. У нас, к сожалению, для молодежи, молодых семей не было места. Парк с коляски выходил на прогулки. Мы на первой площадке. Там и малые архитектурные формы, и там спортивная тропа для скандинавской ходьбы. Вторая площадка будет посвящена истории. На третьей представят все поселения района. Программа разрабатывается и утверждается совместно с Кабинетом министров республики. Задействуем артистов не только Чувашьей республики, но и традиционно, которые у нас родники России проходят, другие гости. Мы максимально постараемся площадки Красночитайского района задействовать. Предварительно на комитете посмотрели, дали ряд замечаний. Но главное сейчас акцент делаем все-таки общий тренд столетия республики. То есть общий брендбок будет. Соответственно доведем это уже не только до двух основных площадок, это город Чебоксары и Красночитайский район, но и доведем в целом до всей республики. Праздник должен запомниться всем, подчеркнул глава республики. Люди заинтересованы в том, чтобы что-то было новое, неординарное, свежее. С точки зрения, наша задача вовлечь максимальное количество людей, наших ветеранов, детей и не забывать ни одного знатного человека по своим территориям, которые сделали очень многое для развития реального сектора экономики, для развития социальной сферы, как наши личности от Алексея Николаевича Кырлов, допустим. Подготовку к знаковому событию в истории Чувашии глава региона держит под личным контролем. Ирина Волкова, Валерий Визюков, Республика. Заряд энергии на весь год. В Чебоксарах прошла рождественская гонка. Республиканские лыжные соревнования проводятся уже более 20 лет. И с каждым разом желающих принять участие становится все больше. Репортаж Рифатов от Кулина. Последнее приготовление, разминка, настрой только на победу. В числе покорителей снежных вершин как профессионалы, так и любители. И вот звучит команда марш. Первыми на старт выходят девушки. У них самая короткая дистанция, 2,5 километра, свободным стилем. Но легкой трассу не назовешь. Конечно, тяжело после подъемов восстанавливаться, но в принципе терпимо. А ощущения праздника вообще есть? Ну, есть немного. Спорт – это и есть жизнь моя. Я без спорта себе не представляю. Ежегодно сейчас вышли как в первый раз? Ежегодно. Я уже 7 лет занимаюсь и каждый год ни одно соревнование не пропускаю. Слабенький мороз и почти полное безветрие. Погода, признаются лыжники, идеальная. По традиции борьба развернулась в 4 возрастных группах. В них разыгрывалось 8 комплектов наград. В связи с тем, что в этом году аномальная погода, приходилось нам собирать снег. Но трассу подготовили нормально. Соответствует по всем стандартам. Покорять снежные склоны приехали спортсмены не только из районов Чувашии, но и гости из республики Мариел, Сахая-Котия, Ульяновской области и города Москвы. Мы сюда приехали не первый раз. Я уже приезжаю седьмой раз. Воспитанница по возрасту приезжает только второй раз. Второй раз до этого и в Малиновке были, и в других лыжных центрах. Но здесь оно как бы получше, поэтому и сюда приезжали. Человеческое отношение, отношение людей, к тому, как они относятся к друг другу, к подготовкам трасс, ну вообще здесь намного лучше, комфортнее. Лучшие спортсмены получили заслуженные награды, но большинство лыжников, как сами признаются, пришли не за медалями, а за здоровым румянцем и отличным настроением. Кстати, в ближайшую субботу, 11 января, состоится первый в этом году День здоровья и спорта. Напомню, что с 2014 года в Чувашии раз в месяц можно бесплатно посещать катки, бассейны, тренажерные залы. Однако Минспорта подчеркивает, что информацию нужно уточнять заранее в муниципальных спортивных учреждениях. Две недели с Рождества Христова и до Крещения считаются святочными. В старину в эти дни люди пытались узнать свою судьбу. Способов гаданий было много. Сотрудники национального телевидения Чувашии вернулись на время в прошлое и узнали свое будущее. Калитар, калитар, накануне Рождества, хоть рубль, хоть и так, не уйдем нам просто так. Узнать свою судьбу люди пытались издревле. Считалось, что предсказания, выпавшие на святочные недели, самые верные. Гадали в основном молодые девушки, которые хотели узнать, что им предначертано и какой муж достанется. Один из способов – гадание на воде. Нужно было опустить в воду украшения и исполнить подблюдные песни. Кому-то выпадало счастье, кому-то дорога дальняя. Самым желанным для всех девушек было замужество. Еще одно гадание на восковой свече. Нужно было растопить в ложке воск и мысленно задать вопрос, что ждет в наступившем году. Затем вылить его в воду и ждать, когда ответ проявится в фигуре. Кому-то виделся ребенок, кому-то острова и путешествия. Одно из самых простых современных гаданий – это гадание по книге. Вам нужно взять вашу любимую книгу. Моя называется «Просто космос». Загадать вопрос, на который вы хотите услышать ответ. Загадать строчку в книге сверху или снизу. И открыть книгу. Свой ответ я получила. Вы тоже можете попробовать. Узнать свою судьбу люди пытались и при помощи домашних птиц. Выбирали в темном сарае курицу, заносили ее в дом, раскладывали перед ней предметы. Какой предмет она клюнет, такой муж и будет. Если это ножницы, то муж будет паркунен. Если монеты, то муж будет богатым. Если зерно, то будущий муж или жених, он будет жить в достатке. Уголь – это, конечно же, бедность, а вода – это пьяница, к сожалению. Святочные гадания не только предсказывали судьбу, но и служили развлечением для крестьян. Кроме этого, гадания снимали депрессию и накопившуюся усталость за время полевых работ. Если сегодня святки, это, естественно, связано с Рождеством Христом. До христианизации у народа и был праздник калятки. У чуваши это был сурхури. Когда мы уже стали православными, тогда, естественно, эти два праздника, они слились. Сегодня, конечно же, традиции практически везде забыты, но в основном вот эти щедровки и калятки у нас сохранились в южной части России, в частности, в Украине, Краснодарском крае. Самым страшным считалось гадание в бане при помощи зеркала. На это решались только самые отважные девушки. Гадать на святке или нет – выбирать вам. Многие предсказания могут сулить беды, несчастья и болезни. Главное помнить, что сбывается только то, во что веришь. И не стоит забывать старую добрую пословицу – каждый сам кузнец своего счастья. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Это главные новости к этому часу. До свидания. 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 До свидания.